Свободу Миши. Акции протеста по таким лозунгам с минуты на минуту начнутся в Грузии. Ее проведут сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Выступление они планируют у стен тюрьмы, где сидит опальный политик, который, кстати, объявил голодовку. Подробнее обо всем расскажет наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Михаил, здравствуйте. Требования митингующих известны? Элина, здравствуйте. Руставская колония номер 12 должна превратиться в центр политической жизни и центр поддержки Михаила Саакашвили. Так считают его сторонники, которые взяли уже курс на Руставе и собираются развернуть площадку перед зданием тюрьмы для того, чтобы Мишико это услышал. Но вся беда в том, что окна камеры, где сидит Михаил Саакашвили, не выходят на ту площадь, которая и должна стать центром акции. Его окна выходят на внутренний дворик, и он смотрит прямо на территорию, где находится администрация этой тюрьмы. Так что все это Михаил Николозович не услышит. Зато он узнает о поддержке от своих соратников, которые сегодня собираются на встречу к Саакашвили. Естественно, это речь идет о депутатах парламента, от национального движения, которые, согласно своему мандату, имеют право на встречу с заключенными. Кроме того, этим правом воспользовались и адвокаты, которые уже встретили Саакашвили. Это первая встреча, которая была с Саакашвили. Его права были нарушены тем, что до сих пор не предоставили возможность встречи с защитой. Власти ссылались на выходные дни. Ну, адвокаты вышли из камеры вместе с очередным письмом Михаила Николозовича, которое он пишет от руки, где выражает благодарность своим сторонникам и заявляет о том, что вскоре их борьба завершится успехом. Ну, что касается этой борьбы, то кое-что о планах Михаила Саакашвили раскрывает сам премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Он заявил о том, что правоохранительные органы, которые проводили спецоперацию по задержанию Михаила Саакашвили, предотвратили большую провокацию, которая планировалась на 3 октября, в частности на митинге, который планировал Михаил Саакашвили и его соратники на площади перед парламентом. Иракли Гарибашвили заявляет о том, что Саакашвили наказание должен будет провести именно в Грузии, и его на Украину передавать не станут. Не имеет значения, кто это будет из людей на нашей планете, кто попросит об освобождении Саакашвили. Этого не будет. На фоне этого скандала с Михаилом Саакашвили грузинские политики готовятся ко второму туру на местных выборах самоуправления. Он состоится в 20 муниципалитетах, там, где не смогли одержать победу ни представители правящей партии «Грузинская мечта», ни оппозиции. Это 20 муниципалитетов, включая крупные города, такие как Твилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Гори. И эти выборы состоятся 20 октября. Элина? Спасибо. Это был наш корреспондент в Грузии Михаил Рабакидзе. Там готовятся к акции в поддержку бывшего лидера страны Саакашвили. Продолжение следует...